МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Другая жизнь. 448 украинцев получили белорусское гражданство. Я понимаю, что в Украине всего этого бы не было. Для кого Бобруйск стал вторым домом? Вот кто-то с горочки спустился. Тюбинг – самый быстрый зимний инвентарь. Специалисты в очередной раз напоминают о детской безопасности. Так чем опасны плюшки? А также спасенный рыбак, ковидные надбавки и праздничный маршрут. В Бобруйске пройдет театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Когда? От санкции до миграционного кризиса. Президент дал интервью турецкой телерадиокомпании TRT. Ситуация с беженцами, давление Запада, отношения с Турцией и Россией. Позиция Александра Лукашенко неизменно вызывает интерес в наших и зарубежных медиа. Запросов немало, поэтому встречи с репортерами и впредь будут в графике белорусского лидера. Говоря о Польше, мы знаем, что они собираются построить стену на границах для того, чтобы блокировать движение мигрантов. Как вы считаете, насколько эффективны эти решения? Вы знаете, видимо, у кого-то в Польше среди инициаторов этой стены закончились деньги. Поэтому они за счет этого проекта хотят пополнить свои кошельки. Если говорить о стене, она не будет стоить ни 400, ни 500 миллионов долларов, как они планируют. Она будет стоить около миллиарда долларов. Они на отдельных участках нашей границы с Польшей построили такую стену. И как признают спецслужбы Польши, больше всего беженцев проникло на тех участках, где построена эта стена. Всего около 25 тысяч человек. Поэтому есть ли смысл в таком случае строить подобную стену? Знаете, был пример. Американцы попытались на границе с Мексикой построить стену. Один президент строил, второй сейчас разрушает. Думаю, что может получиться так и в Польше. Мы не напрягаемся по этому поводу. Это их проблема. Пусть строят. Нам хуже не будет. Глава государства ответил и на вопрос о том, как продвигаются переговоры с ЕС по разрешению кризиса. Что будет с теми беженцами, которые захотят остаться в Беларуси? Их второй дом, Белорусское гражданство, получили 448 украинцев. Соответствующий указ подписал глава государства. Среди мигрантов есть и те, кто переехал в Абруйск. Татьяна Горбач, от всех, кто не понаслышке знает, что все познается в сравнении. Еще 7 лет назад у Людмилы Барзыкиной был уютный дом возле Шахтерска и любимая работа в роддоме. Гром грянул, когда неподалеку от села упал малазийский самолет. На улице появились люди в камуфляже. Началась бомбежка. Женщина бросила все и уехала в Беларусь вместе с мужем, тремя сыновьями, их женами и детьми. Здесь сняли жилье. В течение трех месяцев получили вид на жительство. С вещами помог Красный Крест. Сегодня у семьи все хорошо. Людмила Юрьевна с супругом получают пенсию. Дети работают. Средний Дмитрий, как многодетный отец, при поддержке государства построил квартиру. Внучки учатся, делают успехи в футболе и плавании. Там как была разруха, так ничего не лагодилось, так разруха и осталась. И возвращаться некуда. А здесь условия на более-первых, мирное небо. Здесь хорошо работают и коммунальные, мне нравится, и чистота, и порядок. Стройки идут, все растет. Ну вот теперь мы дождались нашей радости. Мы получили гражданство, за что мы очень благодарны президенту нашему. Беларусь нас хорошо приняла. В общем, я вернулась на родину, и теперь я дома. Светлана Чмыхон по-настоящему счастливая девушка. У нее крепкая семья, дом полная чаша и собственный бизнес. Но так было не всегда. Пять лет назад, беременная вторым ребенком, она была вынуждена спешно покинуть свое жилище из-за военных действий на Донбассе. Обосновала семейство Бобруйски на родине мужа. Супруги устроились на работу. Здесь родился младший сын. Плечо подставило государство. В этом году им вручили ключи от уютной трехкомнатной квартиры. И совсем скоро Светлану ждет новенький белорусский паспорт. Я понимаю, что страна, в которой мы оказались, она для нас сделала лучшие условия. То есть в Украине троих детей нам было бы крайне сложно поднять, не имея своего жилья, не имея хорошего дохода. То, что государство поддерживает социальные программы многодетных семей, то, что нам дали возможность построить свою личную трехкомнатную квартиру, ну я понимаю, что в Украине всего этого бы не было. Сейчас на данный момент это лучшее место, где я могу быть, где мои дети могут расти, обучаться, получать бесплатное образование, медицинские услуги бесплатные. То есть в принципе, ну вот честно, жаловаться не на что. Всего в Бобруйск переехали свыше 480 граждан Украины. У 59 иностранцев разрешение на временное проживание. Все мигранты имеют равные права с белорусами. После 9 августа большого разговора с президентом было поручено нам провести мониторинг тех граждан Украины, которые находятся на территории Республики Беларусь, прибыли к нам с Луганской и Донецкой области, таких у нас 130 человек, в том числе несовершеннолетних, и предложить им получить гражданство Республики Беларусь. Значит, из этих 130 граждан 100 приняли решение в получении гражданства Республики Беларусь. На неделе президент подписал очередной указ, согласно которому 448 граждан страны-соседки получили наши паспорта. Белорусами после большого разговора стали около 1200 украинцев. Здесь у них стабильный заработок, их дети учатся в школе, и главное, они умеют ценить мирную и спокойную жизнь. Татьяна Горбач, Павел Зуев, Станислав Чечерин, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Сезон открыт. В Бобруйске сотрудники МЧС спасли рыбака. Утром в 9.40 поступило сообщение о тонущем человеке в озере Винницком вблизи улицы Керамичной. Он находился на расстоянии 30 метров от берега. Мужчину госпитализировали с диагнозом «общее переохлаждение». Как выяснилось, экстремал – 35-летний житель деревни Ковали. Он посчитал, что одного морозного дня достаточно для того, чтобы лед окреп и отправился на рыбалку. Сотрудники МЧС напоминают, выход на хрустальную поверхность толщиной меньше 7 сантиметров представляют серьезную угрозу для жизни. Достаточно провести 15 минут в холодной воде, чтобы последствия стали необратимыми. Спасительная вакцина, авансовый платеж и родительский контроль. Инстаграм планирует сделать ограничения для несовершеннолетних. Что изменится? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Более трех миллионов белорусов уже прошли полный курс иммунизации. По-прежнему самый надежный способ уберечь себя – это вакцинация. Прививку можно сделать бесплатно. Для этого открыты мобильные пункты в торговых центрах и поликлиниках. Сейчас на выбор у населения три препарата – «Спутник Лайт», «Спутник Ви» и китайский «Вирацел». В Беларуси утвердили основные направления денежно-кредитной политики и прогноз социально-экономического развития на 2022. Республиканский бурджет сохранит социальную направленность. Главными факторами прибавки в общую копилку должны стать внешний спрос и сбалансированное наращивание внутреннего потребления. Министерство по налогам и сборам разработало видеоинструкцию о способах уплаты авансового платежа. Она размещена на официальном сайте ведомства. Собственникам транспортных средств не позднее 15 декабря нужно заплатить 29 рублей. Владельцы электрокаров, напомним, от сбора освобождены. Зарплата медиков за год выросла почти на 16%. У врачей она составила порядка 2200 рублей. У специалистов со средним образованием около 1400. В здравоохранении отмечен самый высокий рост оплаты труда среди всех отраслей экономики. Это объясняется ежемесячными ковидными надбавками. Инстаграм планирует ограничить доступ для детей до 13 лет. Благодаря новым алгоритмам взрослые пользователи не смогут писать несовершеннолетним, если те не подписаны на них. Инструмент родительского контроля позволит видеть, сколько времени подростки проводят в сети и устанавливать определенные рамки. Мокрые куртки и красные лица. С первым снегом дети отправились на снежные горки. С собой тюбинги, санки и ледянки. Главное в такое время не забывать про безопасность. Не кататься возле дорог, мостов и водоемов. Карина Гуревич выбрала себе зимний инвентарь. Стоит выпасть первому снегу, и тут же на всех горках появляются толпы детей. Никакие телефоны не заменят зимнее веселье. Здесь можно увидеть малышей с любыми подручными средствами. Даже книжными обложками и картонками. Но практически у каждого ребенка сейчас есть санки или ледянка. Уже несколько лет в топе – тюбинги. Или по-простому – плюшка. Тюбинг – самый быстрый зимний инвентарь. Он развивает скорость в 90 км в час. Некоторые катаются на нем вдвоем. Но это грозит последствиями. Сломанная рука, травма головы и даже ушиб позвоночника. С такими диагнозами зимой поступают дети в больницы. Чаще всего виной именно популярная плюшка. Важное правило – малыши до пяти лет должны сидеть в тюбинге с кем-то из родителей. Это единственный случай, когда в нем можно находиться вдвоем. Важно при проведении зимнего досуга избегать опасных мест. Это вблизи мостов, дорог, железнодорожных путей переездов, вблизи рек и озер. Там, где много деревьев и столбов. Также надо помнить, что длительное время на холоде, на морозе может чревато быть обморожением. Магазины спорттоваров уже открыли сезон. Тюбинги от 45 до 140 рублей в зависимости от размера. Самых маленьких порадуют санки-коляска, которые хорошо проходят по сугробам. Стоимость около 80 рублей. По той же цене еще один тренд – снегокат. У него есть руль и лыжи. Управление проще некуда. Пикси-зона у нас очень хорошо пользуется спросом санки на четырех колесах с выдвижными колесиками. Очень удобная модель. Она позволяет эксплуатировать их на поверхностях, где есть снежный покров и где его нет. То есть можно запросто зайти в магазин куда-то с ребенком. Для этого не нужно снимать. У них переставная ручка. И такие вот санки пользуются наибольшим спросом и довольно быстро разбираются. К выбору инвентаря следует подходить ответственно. Зимой количество обращений в больнице увеличивается в два, а то и в три раза. Обычно за снежные выходные через врачей проходит от 40 до 60 малышей с подозрением на черепно-мозговую травму. Берегите детей. Тогда новогодние праздники оставят только положительные воспоминания. Карина Гуревич, Максим Галенка, Бобруйск, 360. Километр праздника. В Бобруйске пройдет централизованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек. День старта 18 декабря. Маршрут социалистическая Максима Горького. В колонны из нескольких десятков сказочных персонажей и символов наступающего Нового года начнет движение в 16 часов от театра драмы и комедии. Совершит на площади Ленина. Весь путь займет около километра. Сопровождать героев будет украшенная техника. Традиционно участие примут и работники медицины, образования, спорта и туризма, культуры, промышленности. А уже в 17.15 начнется торжественная церемония заживания огней на главной елке. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!